Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Друзья, здравствуйте, добрый день. Большое привет всем, кто смотрит и слушает первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в ФМ-диапазоне, телерадиоканал Страна.ФМ. Александра Хайрулина, программа «Лучшее в стране». Это программа для тех, кто действительно лучший из лучших. Я очень рада. А есть на это и причины, что наши гости сегодня уже не впервые в этой студии. Друзья, телеведущая, блистательная Елена Николаева. Леночка, привет. Добрый день. Хотела доброе утро сказать по инерту. По привычке. Ну, нормально. Мы тебя простим, мы тебя поймем. Я сказала, что только телеведущая. Но на самом-то деле, конечно, огромное количество людей знает. И я думаю, что, может быть, сейчас твоя армия поклонников оскорбилась даже каким-то образом. Она что, не знает, разве что Лена у нас? А мне до сих пор многие не знают. И модель у нас, и актриса, она еще и писатель, и ресторатор, между прочим. Вот мы обязательно обо всем этом потихонечку и поговорим. Наша с тобой прошлая встреча здесь же на этом месте была по случаю выхода твоей книги. Я делаю. Я снова ее принесла, не забыла. Спасибо тебе большое, потому что, наконец-то, друзья, вот именно этот экземпляр достанется телерадиоканалу «Страна ФМ». У нас уже записываются там, кому будет передаваться она, и будем перечитывать ее. Ну, я это тебе подарю. Да, разумеется, разумеется. Спасибо тебе огромное. Леночка, ну и 2017 год? Серьезно? Да. Да? Да, да. Я уже четыре раза просто переиздавала. Да, ты переиздавала ее многократно. Я же ее написала, и все, это уже ушло, как сделанное, да, и об этом... Мне уже, когда книги спрашивают, я думаю, что спрашивать, она уже написана. Вот когда ты пишешь, вот туда ты в процессе, у тебя вот эти вот механизмы в голове как-то работают, шарики, ролики, шестеренки. А так она уже вышла, все, и ты уже бежишь дальше, думаешь, почему они меня постоянно в прошлое затягивают, спрашивают про книжку. Ну, потому что в книжке 64 проекта успешных стартапов. Это как минимум российских стартапов, как минимум 64. Поэтому это кладезь, это учебник, это настольная книга для тех, кто уже занимается бизнесом, кто планирует только, и для журналистов, между прочим, которые так или иначе хотят заниматься этим. Но ты же вообще, можно сказать, первый в нашей стране вообще, кто стал доносить до зрителей и слушателей про стартапы. Что это такое? Объясняй, знакомясь с этими проектами. Ну, я начала эту тему, то есть это такое везение журналистики, когда ты вроде бы там болтаешься, как-то вот ты корреспондент, у тебя сегодня одна тема, завтра другая, там спецкорреспондент, неважно. И тут ты вдруг оседлаешь какую-то тему, и она уже тебя очень хорошо везет дальше. Как есть такая пословица, да, если лошадь сдохла, слезь. В какой-то момент я поняла, что стартапов уже стало так много, это уже нельзя назвать новым бизнесом. Они уже просто повсюду, эти ребята, эти бородачи и прочие, прочие, прочие там, и технологические стартапы, столько премий появилось. То есть этим ребятам уже публикациями помогать не особо надо. Это уже не что-то необычное, это уже наша повседневность, уже, ну, правда, мне кажется, слово стартап уже знают все, может быть, неправильно трактуют, да, но по крайней мере знают. И все, эта лошадь сдохла, я пошла дальше, но выпустив книгу, да. Но, кстати, вот выпустив книгу, она мне и самой тоже очень помогла, потому что, обладая вот такой огромной насмотренностью на какие-то решения, какие ребята применяли, да, потому что это все ребята, которые начинали сами, то есть у них не было там газовой, там, нефтяной скважины, у их родителей тоже, у 99,9, скажем так, процентов из них. То есть родители обычные, обычные просто семьи, да, и было очень интересно, как они именно поднимаются, с нуля все делают, и, ну, я думаю, что у меня логичным как раз продолжением, в том числе, было открыть ресторан. Ну, как мне все говорят, что, Лена, вот ты должна была сделать бизнес, написав эту книгу. Я вообще никому ничего не должна была, просто у меня настолько скопился опыт, что его очень хотелось на практике применить, пощупать, а как вот это вот. Мы сейчас обязательно про твой ресторан поговорим, про один, про второй и про следующее обязательно. Я хочу спросить вот что у тебя, скажи, пожалуйста, наверняка ты, где попадались, может быть, где-то в интернете, может быть, ты уже становилась сама героинями программ, посвященных как раз бизнесу и стартапам. Скажи, пожалуйста, этому огромному количеству блогеров, там, на YouTube-каналах ведущим и так далее, которые пытаются на этом тоже сейчас заработать, пытаются деньги взять из стартаперов или просто стать за счет этого известными там журналистами, интервьюерами. Скажи, пожалуйста, как тебе кажется, чего им главного не хватает? Я не знаю, я даже вот с таким удивлением слушаю, а что сейчас кто-то про стартапы что-то в YouTube делает? Мне кажется, я в YouTube только вот интервью вот эти вот смотрю, причем там разные девушки делают, и прекрасно этот парень вот этот вот в кроссовках с телефончиком, Юрий. Вот, но мне очень нравится, у меня просто времени нет единственное смотреть. Я на самом деле, когда в душе, я включаю телеканал Культура, мне очень нравится Белая студия. Вот это единственное, наверное, что я слушаю, смотрю, а так у меня всегда Бизнес.ФМ в машине, и я когда сажусь, у меня тут же водитель судорожно переключает, потому что он слушает что-то другое, мне кажется, вот, и мы едем, Бизнес.ФМ. Единственное, что у меня... Белая студия прекрасная программа. Белая студия прекрасная, да, потому что там герои, так они как-то спокойно раскрываются, и, ну, какие-то у них новые грани открываются. А ты уже частые гости на различных форумах, посвященные бизнесу, так или иначе? Ну, модерирую их часто. Модерирую в большей степени. Да, веду эти мероприятия, да. Ну, а при этом ты уже как эксперт выступаешь? Ну, в том числе, да, бывает. Бывает, ну, конечно, я вот и в прошлый раз, мне кажется, говорила, мне просто очень нравится такое определение, что, когда я писала эту книжку, да, про бизнес, у меня бизнеса не было, и вообще, я на самом деле очень правильный человек, и я считаю, что не может человек, у меня сейчас очень много, да, бизнес-коучи вот этих всяких, я считаю, что не может человек, который не сделал бизнеса, кого-то чему-то учить. Но в этой книжке я выступала как такой смотритель, да, смотрящий по сторонам человек, как журналист, просто рассказывая истории, не говоря, что это хорошо, это плохо, просто показывая, ну, вот ребята сделали вот такой шаг, и это привело там к таким-то последствиям. А вот тут вот сработало, вот здесь не сработало, просто на примерах. Вот, и, представляешь, я забыла, о чем ты меня спрашивала. Давай мы напомним всем, что эта книжка, первая книжка с дополненной реальностью, скажи, в первом выпуске, в перевыпуске в этом тоже все в порядке, все работает? Я надеюсь, ты знаешь, когда ко мне неожиданно на презентацию пришел Дмитрий Анатольевич, который вот тот самый, Медведев. Ты забыла ему рассказать про дополненную реальность? Я, во-первых, забыла, а во-вторых, у меня бы, наверное, так тряслись бы руки, что я бы все равно не поймала бы ее. Что-то могло пойти не так. И, кстати, я даже не помню, где, как ее ловить, потому что... А, ну, кстати, нашла. Давно просто очень не демонстрировала никому. Ну, ты знаешь, наверное, наверное, она сможет даже включиться. Давай попробуем, потому что в прошлый раз ты у нас демонстрировала, и все пошло так, как надо. Да, все получилось. Ну, ну, шикарно, все отлично. Вот так вот направляем телефон на отлично. О, у меня там еще длинные волосы были. Надо переписать, мне кажется, ролик. Ну, ты узнаваемый, Леночка, ну что ты, не стоит на эту тему переживать. Мы с короткой стрижкой стали больше узнавать, да. Вот я стала ходить на мероприятия с короткой стрижкой. Прям так удивительно. Хорошо, а вот эта смена имиджа, она с чем-то была связана? Не знаю. Не с каким-то желанием обновления, как это обычно у нас у девочек бывает. Просто я проснулась. Как-то утром я поняла, что вот если я сейчас не отрежу вот волосы, а у меня же длинные, вот такие были, вот, ну, жизни дальше нет. И все, а это же согласование с телеканалом. И они мне сказали, что нет, ты же такая женственная, ты же вот блондинка, и вот это вот все, и такая, и все на себя смотрят. Как тебе удалось уговорить руководство. А я начала подкалывать волосы, просить гримеров, чтобы они подкалывали так, как будто у меня короткая стрижка. И выходила всегда так. И мне уже сказали, ну и режь уже, уже давай. А челку я уже никого не спрашивала, я просто пошла и отрезала. Друзья, ну вот такая она, Леночка, она, если уж чего захочет, то она обязательно добьется своей цели. Целей много, многие достигнуты. Какие цели еще ждут впереди, тоже поговорим, обсудим. В ближайшее время оставайтесь с нами, у нас музыкальная пауза. Лучшее в стране. Продолжается программа, друзья. Конечно, если вы смотрите федеральные каналы, то наверняка вы или, может быть, ваши родители с утра просыпаются, собираются на работу или просто время проводят именно в компании с Еленой Николаевой, со своими замечательными коллегами. А если вы бизнесмен или, может быть, планируетесь как-то связать свою жизнь с бизнесом, то наверняка тоже вы, возможно, слышали или даже читали, держали в руках книгу «Делай сегодня», читали какие-то сюжеты, статьи. Елена Николаевна, но если вы очень любите покушать, что, в общем-то, не мешает вам быть бизнесменом или любым другим человеком, просыпаться на канал «Расти я один», покушать, любят многие, то вы теперь тоже должны напомнить имя Елены Николаевой, потому что у Лены есть уже один ресторан, и буквально завтра... Второй открывается завтра. Прямо вот-вот-вот. Леночка, ну, понятно, что ты знала о бизнесе много и знаешь, и могла в любой отрасли, наверное, попробовать себя каким-то образом воплотить. Почему именно рестораны? Давай начнем вот с этого момента. А вообще очень все любят, на самом деле, еду, поэтому очень часто не встает у людей вопросов, куда применить там деньги более-менее там свободные, которые появились, да? И к тому же вот эти вот городские пространства в Москве уже и в регионах, они дают возможность войти с небольшим количеством денег в этот бизнес. Вот эти вот фудкорты, фудмаркеты, где у тебя просто представлены концепции. Да, туда очень сложно попасть, конечно же, ну, на это пространство. Да, дико дорогая аренда, но это намного дешевле, нежели там открывать что-то стационарное большое. Я уже с фудкортами тему закрыла, но начинала я именно так. Ну, а с едой... Дело в том, что я очень капризная, как... даже не капризная, наверное, не то слово. Я очень отношусь выборочно к тому, что я ем. Это сложилось годами, я всё знаю про себя, что мне нравится, что мне не нравится, какой должна быть еда, как это должно быть и выглядеть в подаче. Но для тебя еда — это прежде всего мясо. Ты всегда принадлежишь? Я отказалась от мяса. Несколько... Несколько буквально дней, ну, как недель уже, наверное, назад. Да что ты! Ты же постоянно... И ты нам вот здесь рассказывала, что ты мясоед убеждённый. Убеждённый, как мне казалось. Я от кофе отказалась. А когда меня раньше спрашивали, Лена, пьёте ли вы кофе, я говорила, я и есть кофе. Я и от кофе отказалась. Я отказалась от алкоголя в любом его проявлении. То есть, ну, так вот, и ничего. Казалось, что как-то все эти убеждения, они такие... В твоих ресторанах также отсутствует мясо, алкоголь? Алкоголь у меня вина нет, потому что я лицензию не стала покупать. Ну, сидор, вот это вот всё лёгкое, естественно, есть. Там, эгоиз, всё, что легко подключается. А я не навязываю это людям. Есть какие-то вещи, как вот говорил Карнеги, что я люблю малину или там клубнику, но когда я иду на рыбалку, я беру червяков, потому что именно червяков любит рыба. Ну, конечно. Вот. Но принципы готовки, все рецепты, это всё моё. Принцип, ну, соответственно, ресторан называется сезонный, лето, осень, зима, весна. То есть, ну, вывеска основная сезонный, летом, соответственно, лето, потом на осень сменяется, всё остальное сопутствующее. Ну, первое время ты же сама стояла за плитой в своём заведении. Да, я проводила там всё свободное время. И я приезжала туда рано, уезжала очень поздно, и снова приезжала, и сама стояла, готовила. И очень многие как раз туда приходили. Скажи, знали ли эти люди, которые делали заказы, что сейчас в это время готовят этот самый суп ведущая Елена Николаевна? Я, на самом деле, у меня столько вот этих вот образов, что называется, я тут ведущая, здесь я журналист, там я делаю интервью с учёными, здесь я, значит, кулинар, директор, основатель, ещё создатель, бренд-шеф, как это называется, человек, который создаёт рецепт. Ещё более того, я закупщик, я вот сейчас еду с закупки, на меня очень странно смотрели, с такой же, я немножко причесалась, принарядилась, чтобы с тобой встретиться. На меня очень странно смотрели на рынке, ну, вот, когда там покупаешь фарш, ну, там, рыбу и всё остальное, в больших объёмах, да. Вот. Ну, то есть, я просто переключаюсь, то есть, когда я закупщик на рынке, я закупщик на рынке, я не ведущая, я не владелец ресторана, я не эти люди. Когда я повар, я повар. И то есть, я вот постоянно так переключаюсь. Когда я сижу в эфире утро, я не ресторатор, я ведущая утро. И не закупщик, конечно, боже упаси, да. И не закупщик, и не бухгалтер, потому что я сам себе бухгалтер тоже недавно вот обнаружила, что Март, а Март — это налоги. Вот. Ну, то есть, и ты просто переключаешься между вот этими всеми зазорами. Скажи, пожалуйста, вот завтра открывается, очередной твой ресторан. Я даже не буду на открытии, потому что, ну, как это, это уже так все ровно стало. Потому что я открыла, прости, что перебила тебя, я открыла, значит, центральный рынок, как у меня было вот в марте прошлого года. У меня полностью сложилась концепция, потому что я даже дизайн стульев рисовала, как вот, вот говорят же, делегирую. Я сама могу много книг. Ты же дизайнер, ты же и книжку делаешь. Я же еще и дизайнер, знаешь, это, ну, это как бы слишком. Все надо делегировать. Кто-то умеет лучше тебя, но я не могла. Из меня настолько вот это вот во все стороны перла, не побоюсь этого слова. Я поняла, что вот я все должна сделать. И я эти лампочки, вывески все рисовала, покупала, дизайн отрисовывала. А первый дизайн на салфетке нарисовала. И когда я концепцию защищала, у меня на центральном рынке открылся первый ресторан на Трубной, вот на Цветном бульваре. И я, когда пришла, это серьезные люди. Там сложно попасть очень на эту площадку. Ну, дико сложно. Там очередь огромная. Я им пришла, рассказала свою концепцию. А у меня сезонная кухня, и я готовлю сезонных продуктов. То есть у меня салаты, тосты, горячие и пара крем-супов только из сезонных продуктов. Вот все, что дает сезон в нашей полосе. Ну, еще авокадо. Авокадо, это, ну, мы куда мы без него. К тому же мы все знаем, из Беларуси авокадо к нам приходит рядом. Вот. Аплантация, да. Да, тационарно, видимо. Ну, и все остальное. И я пришла, они мне такие говорят, да, концепция классная, потому что почему-то вот в нашем ресторанном сообществе никто не готовит из сезонных продуктов. Хотя, казалось бы, это так очевидно, самое полезное, самое свежее, что дает вообще себе природа каждый день года. И говорят, классно. А как это будет выглядеть? Я говорю, да, пожалуйста, и салфетку. И мы там такой ручкой там нарисованной. Они такие, а, не, ну, да, да, хорошо получится. Но вы, говорит, все-таки с дизайнером там 3D-модель, как надо, отрисуйте. Ну, и открылась вот, соответственно, в мае, то есть, в июне открылась, то есть, соответственно, два с половиной месяца прошло от момента, как я все поняла, договорилась обо всем, все закупила, каким-то чудом оборудование оказывалось. Это чудо мне все люди каким-то вот просто помогали. И открылась в июне, и потом, вот, соответственно, все это время мы веселились, у нас такие вечеринки были, мы играли в какие-то иммагинариум эти игры, что только не происходило у меня. Ну, вы переехали в итоге? Мы переехали в декабре, в конце декабря, потому что я поняла, что, как мне показалось, мой прогноз, да, что вот эта вот история с фудкортами, она немножко пошла по наклону, то есть, было вверх и вниз, соответственно, ну, так с любым каким-то трендом. То есть, это уже стало нормой, и люди уже туда не идут, и даже раньше люди шли, такие трансеттеры, это классно, за ними шли их друзья, это бывает с любым модным местом, и такие вот волны идут, волны, 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 а потом приходят люди, которые когда-то что-то слышали, но при этом удивляются, почему там такая дорогая у тебя еда, ну, у тебя аренда и все остальное. Ну, понятно, да. Ну, понятно, да. И я переехала на Тверскую Сей, мы там кормим ребятам, Ди Телеграф, есть такое очень модное, классное пространство, ну, там, 300 или 400 человек, мы их кормим каждый день, мы их уже подсадили и на завтраки, только они раньше обедали, мы завтраки, обеды, ужины, они еще и домой себе все набирают, и в Москве сити мы открываемся. Пару блюд, вот, которые обязательно нужно попробовать в твоих ресторанах. Ну, смотри, так не бывает, что вот пару блюд. Я, допустим, расскажу, что такое сезонное, что я имею в виду. Вот, допустим, летом, ну, как вот я открылась, да, и расскажу, как изменялся этот салат. Салат с уткой. Любое уважающее себя заведение должно иметь салат с уткой, почему-то так считается. Ну, тем более утка, это круглосезонный круглый, да? Да, да, ну, там еще дичь бывает, там можно разную утку брать. Вот салат с уткой у нас был такой, набор разных зеленых салатов. Жареный персик был, потому что тогда был персик. Сыр, вот с голубой плесенью прямо на горячий персик клался, так немножко он аромат давал, и текстуры менял. Дальше шла горячие слайсы утки, тоже поджаренные, и сувида. Ну, сувида — это такое вакуумное приготовление, ну, профессиональная история. Дома очень сложно сувид организовать, но это примерно... Утка просто жесткая, ну, наверное, на пару, может, я даже не знаю, как это, честно говоря, дома делать. Я в ресторане прошу себя и заготовки домой. Вот. И еще сверху у меня шла шелковица, тутовник, как ее еще называют. Потом шелковица сменилась на голубику, персик сменился там на абрикос, и вот это вот шло. Потом персик сменился на айву, и вот шло все по сезону. Мне очень нравится все, что ты рассказываешь. Бруснику, соус там дополнительный был. То есть вот это все заменяется, заменяемые ингредиенты. Или, допустим, бурату я летом давала с клубникой, потом я стала давать ее с хурмой, потом с тыквой, сейчас с баклажаном. Ну, то есть вот такие вот вещи меняются. Вкусно, что уж тут говорить. Я вот еле говорю, кажется, меня перебило. Поэтому надо сделать паузу небольшую, друзья, после чего сразу же продолжим общаться с нашей гостьей. Оставайтесь с нами. У нас сегодня в гостях Елена Николаева, телеведущая, писатель, ресторатор. Мы поговорили уже про замечательный ресторан. Твоя Леночка. Я так понимаю, что в планах у тебя и дальше делать, еще открывать филиалы. И, скорее всего, по всей России. Но дальше там будет уже видно. Но ведь ты еще и готовишь, так сказать, подарок, наверное, тем, кто, к сожалению, пока там не доезжает до Москвы, в силу работы там загруженной, проживая в регионах. Но очень хотят каким-то образом поучиться у тебя озам, узнать из твоих уст эксперта о пище здоровой, о вкусной пище. Ты готовишь подарки в виде книжек. Ну, я их, в общем-то, пишу, скажем так, для издательства. Вдруг кто-то смотрит. Потому что я их должна сдать в марте. Так, 18 число сегодня на календаре. Да, 18 на календаре. Рецепты есть. Просто там они же должны быть в историях каких-то. Там еще должны рецепты мои друзья дать, ну, там, достаточно известные люди. Это все надо собрать. Ну, главное в голове написать, потом переписать уже. Ну, я думаю, что в апреле будет. Потому что мне кажется, что в издательстве мы-то договаривались в сентябре. Они мне говорят, в марте. Я говорю, в март. 10 книг вам допишу до марта. Ну, конечно. И он оказался так далек. А потом что-то еще, что-то Новый год, какие-то вот эти вот. Март. И они такие, Лен, а книга? Ну, я чувствую, что они в мае, на самом деле, от меня ждут. Ну, у тебя уже, конечно, сказали мне пораньше. Поэтому я надеюсь, что у меня, в принципе, еще есть лаг по времени. Вместе параллельно 6, а то есть 7 проектов. Да, да, да. Поэтому я надеюсь. Да, ну, буду писать рецепты и завтраки, потому что есть очень вкусные, красивые, классные завтраки, которые готовятся за 10-15 минут максимум. Важно тем, кто утром рано встает и при том хочет красивое что-то получить. Мне кажется, завтрак — это обязательно часть начала дня. ужин можно нет, а вот завтрак надо брать. Ленечка, вот смотрю на тебя и думаю, когда же ты уже запоешь? Нет, ни в коем случае. Ну, почему? Смотри, просто я расскажу. Дело в том, что когда я была маленькой, а я была тоже такой отличницей, но не занудой отличницей, а как-то мне вот все удавалось. Если я что-то учила, именно это мне попадалось почему-то на контроль, в билете там в последующие годы и все просто везло. И вот меня очень часто хвалили окружающие, бабушка. Но вот почему? Когда я пела, никто не хвалил. Я понимаю с детства, что, наверное, вот тут пробел большой. Зачем людей мучить? С другой стороны, когда у тебя все хорошо получается, это факт, люди подтвердят. И не надо давать людям другие варианты. Пускай они думают, что все у меня хорошо получается. Просто я выбираю свои направления. У нас же есть удачные примеры. У нас есть очень успешные примеры. У нас есть Ольга Бузова. В том числе и Оля. На всех, на нас. Нет, она прекрасная. У меня вообще в восторге было. Я, кстати, была на выступлении, и мне очень понравилось. На концерте на все. Да, и как она двигается, и она молодец. Я так не могу. Поэтому я занимаюсь всем остальным. У вас много общего телеведущие, книги пишите, рестораторы. Но у нас еще дизайнер. Ты, кстати, вот, да, я думаю, что нужно тебе дизайнером стать уже и запеть. Нет. Ну, давай так мы не будем загадывать. Можно, можно, нет. Кстати, хотела спросить, а вот «16 плюс» я увидела у вас. Это потому что ты красивая. Почему «16 плюс»? Ну, Леночка, дело здесь как раз-таки не в ведущих, а дело в том, что актрисы, актеры, которые снимают певцы, клипы, они там различные истории рассказывают. А я вот сижу, и у меня эта мысль в голове с заставки увидела. Да, «16 плюс». Ну, кстати говоря, мы можем и «18» потом поставить маркировку. Если вдруг ты что-нибудь отчебучишь, скажешь что-нибудь такое откровенное, то мы, конечно, сделаем это непременно. Вот если я начну петь, придется поставить «18 плюс». Там уже психика здоровая у людей более-менее. Ну, хорошо, Леночка. Что касается, значит, кулинарных книг, мы все поняли, ждем их в ближайшее время. Да, будет хорошее. Да, я пока нарабатываю. Надеется, что ты придешь обязательно таким же образом здесь выставим, узнаем, почитаем интересненькое про это. Давай про твою работу на канале «Россия». Я тут посмотрела, ты же уже четвертый год. Весна вообще у тебя как-то с весной все удачное время для тебя. Весна все начинается. Я родилась вот в Ташкенте. И в Ташкенте, ну, в мусульманских, да, обычаях. 21 март — это Новый год, Навруз. Я вот как раз сегодня была на рынке, и там парень, который мне гранатовый сок всегда делает, он мне подарил такую траву. Там везде стоит вот эта трава, она как намек на то, что, ну, вот мы елку ставим, а тут вот трава важна. Такой кусок газона прям на деревяшке. Я уже отдала водителю, повезу домой. И для меня, наверное, тоже внутри вот ощущение Нового года — это всегда весна. И поэтому все и начинается. Все начинается. Канал «Россия-1», скажи, утро. За это время, ну, не подустала ты, скажи честно? Нет, я в себе открываю всегда какие-то новые грани. Потом я питаюсь новостями. Это тоже моя пища, это как мой воздух. Я всегда, если я не рассказываю новости, не обсуждаю новости, я слушаю новости по какому-нибудь радио в машине. Либо что-то модерирую, либо присутствую на каких-то форумах, либо мы как-то дома это что-то обсуждаем. Ну, новости, как те или иные события, которые, ну, скажем так, постоянно обновляются. Вот это я называю новостями. Какая-то аналитика в этих вопросах. Я не могу. Как? Ну, я просто открою себе новые грани. Ну, я стала спокойнее. Я это отмечаю. Я стала спокойнее. Я стала сдержаннее. И когда тебя вот не трясет, ты становишься гораздо умнее. Ну, то есть ты можешь быть умной, но когда у тебя трясет, из тебя вот это вот все идет, мандраж — это неправильно. Ну, он у меня долго был. Первые, наверное, два года был. Это очень долго было. Сейчас есть просто адреналин, такой правильный, качественный адреналин. Ну, когда у тебя говорят в студии, да, в кадре, там, что у вас говорят, я, кстати, не знаю, в уху тебе. То же самое, да. То же самое, вот. Есть такой правильный адреналин, когда ты все соображаешь, когда у тебя сердце вот этим сердцебиением не забивает слышимость в голове твоих же собственных мыслей. Мне кажется, я настолько выросла за эти годы. Но мне внутренне для себя, наверное, еще расти и расти. Я получаю такое удовольствие. Это видно, это правда видно, за что тебе отдельное спасибо. Поэтому приятно очень смотреть на вас. Скажи, ну наверняка же вы в курсе рейтингов этих самых пресловутых. Отличный рейтинг. Каждый день получаю, проверяю. Очень ревную, кстати, когда у коллег повыше. А такое бывает, да? У моих же коллег. А, в этом смысле? Да, да, да. А если каналы сравнивать? Нет, если каналы сравнить, утро России побеждает, конечно. Все-таки первое место? Все, конечно. А у всех каналов разные такие же мнения, только вот они или нет? Нет, я просто могу показать. Да, да, да. Я просто не знаю. И там же есть сегментированная аудитория, есть общая, которая называется 18+. Вот 18+, это самый главный рейтинг. А как тебе кажется, в чем ваше главное преимущество? Ну, наверное, то, что мы даем какую-то умную информацию. Мы не рассказываем, правда, какие-то там, как что-то, поделку какую-то сотворить. Мне еще утром не нравится, когда рассказывают, как что-то приготовить. Мы утром и так готовим, ну, дома каждый. Не надо, я не хочу, чтобы кто-то еще готовил. Расскажите мне лучше что-то, с чем я пойду в жизнь. Потом мы представим очень хороших... А песни петь с гостями нужно утром? Как тебе кажется? У нас таких нету, и я думаю, что не нужно. Зачем? Ну, вот человек сядет, он либо в радио, либо наушники включит по дороге, да, на работу, там послушает. Зачем? Вот он с нами встретил, главное его разбудить в хорошем настроении, напомнить, что выходя из дома, тоже не забывайте надевать хорошее настроение вместе с шапкой, шарфом и со всем остальным. И дать ему какую-то информацию, которая ему пригодится. Ну, какую-то бытовую информацию, какие-то законы новые выходят. Вот сегодня было так, завтра будет по-другому, надо рассказать, надо обсудить. Ну, и мне очень нравится, когда какие-то научные достижения мы часто обсуждаем. Делаем подборки из интернета, потому что вот человек пришел на работу, ему что-то показывают, он говорит, о, посмотри, я классный ролик нашел. Он говорит, да ты что уже, я уже все видел. Конечно, да, включил канал Ресейдин, да. Утром в 5 утра уже все показали. Ну, какая-то такая подборка, которая мы же все вот образованные люди очень широкий кругозор имеем. Нам это, 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 это интересно. Но мы не всегда сами полезем за этим. Не знаю, есть время для этого. Прежде чем знать, прежде чем что-то искать, мы говорим, у каждого интернет в кармане, надо знать, что ты ищешь, чтобы воспользоваться вот этими вот ресурсами, да, которыми дает смартфон. А утром мы просто предлагаем такой вот пазл такой выложить и уже подтвердить свой статус образованного человека. Ну, как мне кажется. Если говорить, допустим, уже о следующем некоем этапе, что это может быть на телевидении? Это твое собственное шоу, какая-то твоя программа, не знаю, аналитическая. Политическая, быть может. Я интервью очень люблю. Мне очень нравится разговаривать с людьми. У меня так вот с детства получилось, что все люди начинают мне рассказывать какие-то истории. Просишь их об этом, не просишь. Я раньше отбивалась. Я во многом такой человек. Вот я вот, у меня вот дом, да, дома. Вот дома я со своими. Я дома отдыхаю. Мне даже не обязательно быть одной. Я там с любимым человеком, с друзьями, с гостями. Но я дома. А вот за пределами я очень быстро устаю от людей. Я всегда отбивалась. Не надо мне эти истории ваши знать. А потом подумала. Ну так надо наоборот взять вот эту свою сильную сторону и стать журналистом. И как раз это будет часть рабочего процесса. Я бы хотела интервью. Ну я и делаю печатное интервью. Так вот на экране тоже. Я почему-то недавно была гостем на Спас ТВ. Раньше я, ну, по самому названию Спас ТВ, какое-то у меня предвзятое было отношение. Мне очень понравилось все, что там говорится, делается. Да, Борис очень много всего привнес. Правильные очень повестки. И вот я бы там с удовольствием стала делать, потому что очень мало где говорят про ценности. Я сейчас не привязываю их ни к православию, ни к чему-то там еще. Там просто про ценности. Там вот даже рядом с матушкой я как раз сидела, она ни слова не сказала. Ни про церковь, ни про что. Она просто говорила про нормальные человеческие ценности, которым нам так не хватает в нашем современном мире. Да, не хватает времени, потому что время сейчас немножечко хайпа и, может быть... Фейковых новостей, хайпа, люди не отвечают за свои слова. Я не понимаю, что происходит. Это что-то очень странное происходит. И каких-то таких пикантных штучек, например. Я, представляю, вбиваю в поисковик Елена Николаева, канал Россия, ведущая. И сразу же кто-то, видать, уже и не раз сбивал. Фото в купальнике мне предлагают в первую очередь посмотреть. Хорошо, что не голая хоть. Я, естественно, нажимаю. Я нажала, Лена, я нажала, да, я кликнула, и очень много Елены Николаевы в купальнике. Очень красивые фотографии. Много в купальнике меня? Да, да, на яхте, на пляже. А, это была фотосессия, была фотосессия. И так далее. А, да, 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 мы отдыхали с подругой. Подруга мне говорит, что у тебя такое тело, давай. Ноги вытянешь, чтобы стали длиннее. Не только подругу хотели на тебя, на тебя, в общем, посмотреть и показать миру. Ну, конечно, я странно выкладывала. Ну, и огромное количество людей интересуется, какая же Елена Николаева в купальнике. У нас музыкальная пауза, сейчас мы продолжим говорить, оставайтесь с нами. Продолжается программа, Елена Николаева у нас в гостях, телеведущая, писатель, ресторатор. Ну, просто мегаинтересная девушка, невероятно интересная личность, с которой можно говорить на огромное количество темы. Конечно, вот это эфирное время, его крайне недостаточно. Ну, мы еще хотя бы, пока клипы идут, мы с тобой продолжаем. Да, вне эфира, мне в этом смысле, конечно, гораздо больше повезло, в отличие от наших зрителей и слушателей. Я очень хочу, чтобы мы с тобой перешли к теме про личную жизнь. Да и запросто можем. Ты в этом смысле тоже большая умница, ты откровенно была, и я помню очень хорошо наш разговор в прошлый раз, когда ты приходила, ты говорила точно, абсолютно, что да, я сейчас вся в работе, я сейчас вся в работе, и пока что у меня нет такого человека, про который я могла сказать, что это моя вторая половинка, или в которую мы пойдем по жизни и так далее. Но произошли счастливые изменения, о чем свидетельствует сейчас твоя улыбка на лице. Сейчас я многих подписчиков расстрою, потому что я когда очередную какую-нибудь премию выкладываю, или очередное достижение, достиженница, победку, мне пишут, обязательно найдут такие люди, которые пишут, зато одна, вот и нет, теперь нет. Ну что, ну вот люблю, я всегда говорила во многих интервью, что когда ты говоришь человеку, я тебя люблю, важно понять, кто такой я, и вот как только я поняла, кто такая я, что я себя представляю, ну вот и встретила, и все сказала. Первый раз, да. Первый раз ты полюбила. Представляешь, 33 года у Христа была своя религия, а я встретила свою любовь. Ну это такой этап очень важный, да, в жизни, это возраст непростой, он такой, конечно, перезагрузочный всегда для многих. Он уже такой, как, знаешь, требуйте долива пены после отстоя пива, знаешь, мне кажется, он уже вот такой, когда ты уже начинаешь что-то про себя, по крайней мере, понимать, как что работает, как, я не знаю, я в 30 лет только поняла, как ухаживать за собой, это, ну, кожа начала как-то слушаться, там волосы, там, все остальное. Ну, а зачем тебе нужно было до этого ухаживать, все было и так хорошо, и сейчас все хорошо. Нет, не надо было. Как зовут твоего спутника? Я могу, единственное, я тебе только имя скажу, Игорь зовут, и все, больше ничего не скажу. Хорошо, он известный артист или... Какой он, господи, артист? Нет, 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 ну, предприниматель и инвестор большой такой. Вот, это хорошо. Можно ли сказать тогда этот человек, к которому тебе хочется тянуться? Или в вашей паре наоборот, как Игорь пытается тебе? Я на него смотрю снизу вверх, и я надеюсь, что всегда так будет, и я всегда мечтала встретить человека, на которого я буду смотреть снизу вверх, чье... у меня у самого характер-то такое, у меня столько поваров, у меня столько других людей, которыми я там управляю, подрядчики, все... Хрупкая, струйная, миниатюрная блондинка. То есть характер, он такой, он достаточно такой, железо там есть точно, а тут я перестаю быть железной точно, и даже и мне не хочется проявлять, и более того, знаешь, я очень многословна, я очень много говорю, красиво, как мне кажется, и мне очень нравится, когда я говорю, но тут вот, вот по всем вот старым канонам, мужчина, он вот царь, бог и все остальное. Если твой царь, бог тебе скажет, Лен, так, давай-ка ты, работенки-то, чуть-чуть поменьше себе оставляй теперь, потому что у тебя есть я, нам надо задумываться о свадьбе, нам надо там о детках и так далее, вот это вот из твоих семи проектов оставляешь, значит, один, ну хорошо, чтобы так не заскучала совсем. Знаешь, мне повезло вот этого слова, если скажет, нет, потому что не скажет, потому что любой нормальный мужчина, умный, нормальный, нормальных много, умный, никогда не попросит свою женщину уйти с каких-то работ, если она сама этого не хочет, потому что если женщина будет домохозяйкой, что ты можешь сделать с домохозяйкой, простите, пожалуйста. Ну, если ты умный, активный, если у тебя очень много проектов, ты что дома будешь обсуждать? она очень быстро выпадет из всего у нас дома мы можем обсуждать все что угодно экономику политику да и ну мы нормально вот ну я думаю что я дотягиваю до собеседника в этом плане и для меня это очень важно мне вот очень важно именно соответствовать многие же девушки как думают они пойдут там что-то наденут на себя красиво там как-то причешутся и вот они значит вот у них часики тикают вот они на рынок на какой-то условный такой выходит этих невест это очень быстро заканчивается то есть я вот абсолютно против того чтобы женщина сидела дома надо обязательно иметь свое дело во первых это тебе дает определенную независимость во вторых уверенность себе ты не будешь просить на чулки на колготки до условно такого не должно быть семье никто не должен просить на чулки на колготки не должны деньги сама зарождаться в тумбочке так не бывает конечно я меньше зарабатываю много меньше зарабатываю но я понимаю цену денег я понимаю что как вообще происходит для меня это очень это очень важно и поэтому меня такого просто не возникли какие-то изменения произошли скажи пожалуйста и уже повлиял какие-то я намного мягче стало я намного стало женственнее я ну намного это в движениях это на утре очень отражать то есть я вижу по обратной связи от подписчиков они не понимают что со мной происходит даже что происходит и вообще что конкретно происходит но вот вот проснулась женщина то есть до этого был такой вот такая торпеда которая куда-то неслась видела вот эту вот точку которая нанесется и все и ничего остального не замечала еще пятница ушли из жизни раньше мы с 5 5 пятницам сделал с девчонками всегда хотели сюда не будет в ресторан бар еще что-то пятница ушли вроде бы перешли на четверги но в четверг уже где-то начиная 8 вечером не ленты где почему у тебя нет и ты уже думаешь ты понимаешь что тебе дома гораздо больше хочется быть нежели там где-то и постоянно хочется каждую минуту не прикасаться вот я еще что поняла вот когда ты любишь тебя постоянно хочется трогать человека хоть вот знаешь хоть вот мизинцем прислониться в машине да и и ехать ну я тогда знаю что впереди нас еще ждут и очень интересные проекты в том числе и книги о семейном счастье о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами это как у толстого знаешь это все семьи счастливы одинаково несчастливы каждая в отдельности но детские это книги будут точно тем более что ты рассказывала нам что есть уже наброски есть такие наработки идеи и их просто нужно тоже небольшое время для того чтобы это все воплотить в жизнь время есть но вот надо сделать просто все постепенно хорошо у нас снова музыкальная пауза оставайтесь с нами лучшие в стране на телерадиоканале страна fm ведущая александра хайрулина елена николаева сегодня у нас гостях программе лучшие в стране я совсем недавно в инстаграме у себя ты опубликовала фотографию на фоне карта желания твоя карта действительно да это не то что на фоне это мы с подругой где-то прочитали что значит феврале по моему начало какого-то лунного года надо делать карту желания то есть надо вырезать журналов все что тебе хочется куда-то клеить там вот так подругой взяли это было феврале да ну как журнала читаешь или там фотографии вот я очень много на кого подписано в инстаграме там на всяких дизайнеров я больше вот сейчас про дома вот у меня обустройство жилья больше как-то в голове как художников всех остальных ювелиров и прочих дизайнеров ну всегда себе скрин либо сохраненное я делаю мне там альбомчики прямо называется стиль дома еще что-то на людей у кого красивые брови были я подписывалась очень много мне хотелось вот это брови выросли брови в итоге видишь это за так закон работа мы с подругой взяли в общем кучу журналов все скупили вот все скупили пару бутылок шампанского взяли приехали конечно конечно как без этого карту желания делать это же все разговорчики это же это ножницы и сидели у меня на полу валялись на ковре и значит вырезали на вырезали мало чего в ноги бросили это дело все вот весь ковер у нас был в бумагах на фоне чего и сфотографировала собственно уже подожди так это значит никакая не карта желания она не получилась мы в итоге не сделали мы просто поболтали мы поняли что мы собственно хотим изрезали огромное количество журналов и никуда это не пригодилось нет стопочка у меня лежит журналы мы все выкинули стопочка худенькая худенькая может быть листочка в 7 лежит там какие-то что-то сережки какие-то длинные какие-то такие очень бытовые вещи да дом машины не знаю у меня машина все же есть все 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 есть все будет это такое поток а там вот только мелочи чтобы не забыть ну вот классные сережки может быть как-то они у меня вдруг появятся такие сережки вот ну это вот такие вещи ну или стиль чтобы понять как вот человек одевается мне там нравятся многие люди как они это все миксуют у себя потому что ну вроде покупаешь хорошие вещи он как-то так человек намиксует это думаешь вау а при этом понимаешь что все те же вещи у тебя в гардеробной тоже имеются примерно плюс минус да вот 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 какие-то вещи я себе сохраняю такие поэтому карта желаний ну нельзя мне просто нечего было желать я уже была в любви уже у меня уже все и все и конечно вот я как раз поэтому свои вопросы задала каких-то там а детишек вырезать собаку дом большой девчонки вырезают ли это же какие-то другие дети они же чужие дети сколько бы ты хотела детей петерых петерых петерочку скажу а игорь зная это он готов многозетным отцом это же все само происходит это как жизнь это течение жизни это это все идет и идет ну то что ты будешь успевать это делать конечно успевать у меня столько времени это все главная энергия энергии полно все получаться вот леночка теперь главный вопрос очень важный для всех где 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 эту энергию броди заряжаешься ты может быть ты солнечной энергией в карелию вот откуда ты вернулась не так давно где я думаю что нужно как-то перетряхнуть воспоминания найти все что тебя радует радовала когда-то просто приносила вот моменты счастья и большую нарезку из вот этих событий добавить свою жизнь и все когда ты радуешься я вот помню в декабре у меня была такая практически депрессия потому что я понимал что меня закрывать ресторан у меня там и в ноль выходили всегда а тут вдруг я понимаю что ну немножечко у меня минус я не тот человек который где-то имеет минусы в жизни я перфекционист я не могу и я вот когда закрывала ресторан это все перевозила в за два дня я все перевезла открыла в другом месте а еще я открыла один ресторан и тут же продала его под ключ я открыла все с нуля сделано моросейки зашла и говорю все я я здесь не буду делать вот атмосфера не то я продала под ключ прямо вот у меня купили вы через несколько дней но это все накладывала какие-то такие кейсы не успеха такого что вот тут не получилось там это а жизнь же она готовит всегда для тебя что-то лучше для меня по крайней мере точно и получилось что мы переехали с этого центрального рынка и наоборот как все пошло с какой-то невероятной силы единственно когда ты видишь успех когда ты видишь цифры когда ты видишь что ты постоянно нанимаешь новых новых поваров у меня я уже не помню имена людей к сожалению у меня их уже столько людей вокруг меня и это все тебе вселяет да находите победки маленькие вот что-то в день победки успели куда-то радуйтесь но не все в москве успевают да радуйтесь там припарковали машину место для вас радуйтесь и вот но отмечать это я рад последний йогурт тот который вы идите в магазине отметить я рад спасибо все это все вот победка на победку накладывается это добавляет энергии мне вот даже как ни странно я раньше по три чашки кофе пила в день кофе основное топлива журналиста сейчас вот мне налили я как-то по инерции сказала да и вот я его уже пару раз понюхала не глотка ли она не сделала я подтверждаю да бросила да тот же и кофе пить я на энергии откуда берет не то что победка я не вижу ничего плохого в кофе вообще ничего плохого просто ну как-то вот вы решила пока не пить но победка побед спасибо тебе большое спасибо огромное неуем на эту энергию за то что ты много можно чему это тоже на самом деле общать с людьми которых вот-вот прет во все стороны тебя тоже я тебя заряжаюсь я пришла спокойно у меня уже день уже настолько состоялся были закупки да были закупки много событий было я уже была ровненькой такой а ты и я за тобой вместе леночка ты мотивируешь многих пожалуйста продолжай в том же духе пусть обязательно все твои удачные идеи воплощаются в жизни дальше будет лучше игорь большой привет мы вам желаем счастья ждем красивых фотографий со свадьбы с путешествий в купальниках и не только ну и всегда очень рада тебе в сезоны сходим да конечно более рядышком тут приходи с книжками и с новыми идеями звонят звонят уже твои поклонники кремля мне кажется очень очень настойчиво там елена николаева леночка спасибо спасибо большое спасибо друзья и вам лучшие в стране на телерадио канале страна и фэм